Мы привыкли, что киберспорт считается сугубо мужским спортом, и нахождение девушек в нем, даже в самых лучших дисциплинах, скорее находится в районе статистической погрешности. Однако внутри киберспортивной инфраструктуры достаточно много позиций у девушек. Стримерши, менеджеры команд, сотрудники отделов медиа, СММ. Нередко их работа не на первом плане, и большинству в комьюнити не видна. Сегодня мы хотим рассказать об одной из них. Дарья Павич. Начинала как геймер. Желание быть в киберспорте привело ее сначала к команду по Дота 2, а потом в Белорусскую федерацию киберспорта на позицию проектного менеджера. Ее история — это ответ на многочисленные вопросы, как попасть в киберспорт. Рассказываем. Меня зовут Даша. Мне 24 года, и я занимаюсь организацией профессиональных киберспортивных турниров. Мое знакомство с играми началось довольно рано. Мне было около пяти лет, когда мой отец принес мне первую компьютерную игру «Рыбка Фредди». Установила ее на ноутбук, тогда еще относительно слабенький, и сказал, вот, доченька, пробуй играй. Игра была несложная, но меня очень увлекло. И после этого мне хотелось поиграть в что-то еще на этой чудо-машине, которой было очень мало. У моих знакомых даже их практически не было. И так, собственно, все пошло и поехало. Вначале это была «Рыбка Фредди», потом «Игры посложнее», потом это был «Сайлент Хилл». И игры постепенно затягивали, и всегда находилось не только о чем поговорить с ребятами, которые были моими знакомыми, у нас всегда это были темы для обсуждений, но и с отцом. До сих пор помню, как он установил «Варкрафт», и ты просто наблюдаешь, как корки что-то строят, летят эти дирижабли, и ты такой с большими глазами смотришь, и тебе самому интересно. И ты спрашиваешь «Папа, папа, а что это такое?» И он это рассказывал, и тогда это было что-то сказочное, как в кино сходить. Потом наступил момент, когда захотелось поиграть в что-то потяжелее, то, что мне стянул мой ноутбук, и отец привел меня в компьютерный клуб. Это было что-то невообразимое, поскольку в те времена, а это было начало 2000-х, компьютерный клуб представлял из себя большое помещение с плохими столами, с плохими креслами, с такими массивными мониторами, и ты садишься, приходишь дядечке, даешь денежку, мне на час, пожалуйста, да, и он такой нажимает кнопочки, и ты садишься и играешь, и снизу таймер. Мой отец туда меня привел, и просто затянуло. После этого я ходила в компьютерный клуб просто каждый день, папа давал мне на это деньги, за что ему спасибо, и там произошло мое знакомство с «Контер-страйком». Это было очень интересно, поскольку в клубе были практически мальчишки, ни одной девчонки я не припомню из компьютерного клуба, была только я, и то такая маленькая. Это, думаю, со стороны смотрелось забавно. И мы все играли в КС, на им картах бывало 5 на 5 рубились между собой, и до сих пор жив в моей памяти момент, когда я осталась одна, один на один с парнем, который действительно хорошо играл, и я просто ноу-скопом убиваю его в голову, и все такие «Вау!» И я такая «Не может быть!» Сейчас бы за это обозвали читером, но на тот момент это было просто невероятно. Там пацан, который просто уделывал всех, его уделала какая-то девчонка, хотя это была чистая случайность. На самом деле мама моя относилась к этому очень ровно, поскольку мне это нравилось, я не высказывала никаких-то агрессивных поведений, вела себя хорошо. Всегда этим можно было надавить, мол, если не скушаешь порцию еды, не поиграешь в компьютер, да? Поэтому, ну, у меня, в принципе, мама достаточно теплый, мягкий человек, и она никогда не была против моего увлечения компьютерными играми. То есть здесь всегда все больше зависело от отца. На тот момент никто так еще не считал, никто не видел в компьютерных играх угрозы такой, какой ее видят сейчас. Тогда это было что-то в диковинку, и в них играли... Ну, моему отцу на тот момент было 30, ну, то есть тоже сильно взрослым мужчиной. И поскольку он играл в игры, его это увлекало, и меня он на это подсадит. Ну, не знаю, мы все просто были увлечены одним. Это было настолько что-то новое, что играли в это и родители моих, там, моих друзей, и дети играли, и точно так же они рассказывали, во что можно поиграть, установили игрушки, и все вместе рубились. То есть я с своим отцом рубилась по очереди в одну и ту же игру, так что не было такого, что родители были против. Компьютерный клуб на самом деле стал альтернативой глянем на улицы, как, ну, было у многих детей, все играли на улице с друзьями. У меня же наоборот, в выходной день, папа, папа, можно в компьютерный клуб? Папа приводил меня в компьютерный клуб. И там удавалось пообщаться на уже знакомые темы именно с ребятами, которые там играли. Нам это реально нравилось, и у нас всегда были беседы по поводу этого, как можно лучше. Кто-то подходил, видя, что ты играешь, допустим, слабенько, или тебя можно потянуть, я там подходил, что-то советовал. И это очень сближало. У меня никого не осталось из компьютерного клуба, у меня не было там прям друзей-друзей, но хорошие знакомые там были, которые всегда помогали, всегда знали, как подсказать, что подсказать, где выручить. Да и, в принципе, сами игры они сближали, потому что нужно быть командой, чтобы выигрывать, и все стремились к этому. Я слышала и читала уже статьи, которые выходят такие достаточно ностальгические о том, что раньше компьютерный клуб — это исчадие зла, ребята там курят, пьют по вечерам и всем этим занимаются, но у меня такого не было. Возможно, потому что сам клуб находился в отделении почты на втором этаже, и там администраторы очень старались следить за порядком, чтобы никто громко не кричал, чтобы ничего не разносили. Как только что-то разносили, ребят сразу же выгоняли, поэтому все старались ни с кем не ругаться, чтобы лишний раз не разозлить администратора. Конечно, если бы у меня были дети, я бы сейчас не отправила их в компьютерный клуб, учитывая, что там одни мальчишки, я девчонка, и не дай бог, что это может произойти, но на тот момент это никого не волновало. Все просто делали то, что им нравится, играли в то, что им нравится, и получали удовольствие. Когда мне стукнуло 12, мы с семьей переехали в другой район, и ребята, которые учились со мной в одной школе, они были совершенно как из другого мира, потому что большинство не играло просто в Counter-Strike, а часть, в принципе, не играла в компьютерные игры. Ну так, могли поддержать беседу, но не более того. Там я завела знакомство и с дружилась парой ребят, которые активно постигали доту. Они играли еще в первую доту, пробовали меня звать, и как-то у них это получилось, уломали, потому что меня дота совершенно не привлекала, это была абсолютно незнакомая игра, хоть и похожа на Warcraft. Но когда ты смотришь, там бегают, кого-то добивать, мне это было непонятно. И вот они меня один раз позвали сыграть вместе с ними, ну, показалось очень непонятно, но интересно. И как раз в этот момент стала выходить вторая дота, и как раз в тот момент же и стали выдаваться ключи. То есть у знакомых были ключи, и они просто, вот тебе ключик, просто так, давай сыграем. Не было вот это вот, как за деньги, да, раздавали ключи, знаю я такие истории. И вот мне дали ключ от второй доты, и я начала в нее активно играть. Она выглядела совершенно нова, что ли, особенно по сравнению с первой, потому что та графика, которая была тогда, казалась чем-то нереальным. И был переработан магазин, все было переработано, и просто началось активное постигание доты. Потому что там же много предметов, много персонажей. Я была еще не очень хорошо знакома с первой, поэтому училась всему абсолютно с нуля, не было никакой базы. И постепенно, постепенно, прошел месяц, два, вот уже год, и я играла в доту каждый вечер, заметила это за собой. Мы играли с друзьями, и в принципе у нас собралась такая компания, которая вот просто приходили и играли вместе. И это все продлилось вплоть до окончания мной школы, то есть это практически 6 лет, 5-6 лет мы играли в доту вместе. А потом, когда ты оканчиваешь школу, приходит такая пора, как университет. И там уже становится не до игр. Все-таки, когда ты провел в этом столько много времени, сразу это бросить невозможно, и я продолжала играть. И несмотря на то, что с друзьями мы не могли часто видеться, потому что у нас не совпадали графики, пар и так далее. Но в доте мы всегда играли вместе, и это было классно. Это было то место, где мы могли пообщаться, все обсудить и при этом поиграть. И именно в тот момент я начала активно следить за киберспортивной сценой. Тогда как раз-таки очень сильно играли Na'Vi, соотечественники. То есть я следила за ними на интернешналах, на втором, на третьем. Но поскольку нельзя было просто так взять и посмотреть трансляцию интернешнала, как это можно сделать сейчас, просто они есть. Тогда их не было, их нужно было искать. То особого интереса киберспорт в принципе не вызывал, как профессиональный киберспорт. И вот тогда я начала активно за ним следить. Точнее, он мне начал нравиться. И я смотрела и за составом ВП по Counter-Strike, и за Na'Vi по CS, именно CS почему-то. И стало интересно, как это работает. Ничего себе здорово. Оказывается, есть ребята, которые точно так же начинали играть, как я когда-то, в клубах. И сейчас они вот играют на турнирах, на сценах. И это все настолько здорово. И турниры такие красивые, большие. Я такого в жизни не видела. Это было просто от ас. А потом к нам как-то в Минск приехал StarLadder. Это был первый киберспортивный турнир, который я посетила. Да я думаю, не только я, а многие, кто жил тогда в Минске, ребята, они просто сходили на это, потому что не было возможности увидеть что-то другое. И тогда действительно пришло понимание, что это что-то серьезное. Что это что-то настолько крутое, классное, что хочется в этом быть. Хочется как-то туда попасть. И тогда я помню, первый раз я стала, как сейчас можно в интернете, искать работу в киберспорте. Ничего, конечно же, я там не нашла, быстро эту идею забросила. Ну, собственно, ну и ладно. Ни одна я такая, поэтому ничего в этом удивительного нет, и работы, собственно, нет. Потом я продолжала учиться в университете. Второй это был курс, портом третий. И как-то в ленте ВКонтакте увидела рекламную запись о том, что одна из киберспортивных школ ищет девочек для команды по доте. И меня это заинтересовало, точнее, как. Я такая, ничего себе, перекинула друзьям, смотрите, тут, оказывается, девчонок в команду ищут. Они такие, так попробуй. А мне не хотелось пробовать, потому что мне очень было стеснительно, что ли. Я себе чувствовала, что нет, не надо мне это, да и зачем, да и ничего у меня не получится. У меня на тот момент там было рейтинга 4-4,5 тысячи. Это достаточно немало, но и немного. Тем более для того, чтобы претендовать на игру в какой-либо команде. В любой команде этого было немного на тот момент. Но друзья заставили, я подала заявку и пошла на собеседование. И когда я пришла на собеседование, о ужас, там было столько девчонок. Если до этого у меня еще теплилась надежда, что девочек, играющих в доте, наверняка не очень много, и я буду такая, одна из немногих, и меня возьмут скорее всего. Ну и друзья мне так сказали. То когда я пришла и увидела, сколько там девчонок, ну я просто морально просила немножечко, потому что уверенность спала. Увидя, сколько девочек играет в доту, я решила, что ну ладно, я побеседую, постараюсь показать себя с как можно более хорошей стороны. Ну и уже пусть что будет. Но когда я побеседовала, стало понятно, что я интересна ребятам, которые собирали команду. И у меня забрали все контактные данные, проспрашивали про рейтинг, на ком играю, на ком могу играть или хотелось бы себя попробовать. И на этом благополучно мы разошлись. Мне сказали, что ты такая хорошая девочка, мы обязательно с тобой свяжемся пока. А потом через неделю пришел ответ, что ты нам очень понравилась, но из-за не очень большого рейтинга мы тебя придержим в резерве. Команду мы собрали, но ты побудешь шестой в списке. На всякий случай мы с тобой чуть что свяжемся, если что случится. Ну я не сильно расстраивалась. То есть, конечно, было обидно, потому что для меня это казалось, что за все это время, что я играю в доту, может, хоть где-то я найду выхлоп этому всему. Но нет, и здесь ничего не вышло. Поэтому осадочек, конечно, остался, но пришлось двигаться дальше. Тем более, что университет, экзамены, это было как раз весной. И вот проходит некоторое время, по-моему, чуть больше полутора месяцев, и со мной связывается капитан этой команды, девушка. И она пригласила меня прийти еще раз побеседовать. Я пришла, и она сказала, что меня, в принципе, готовы взять в команду при условии, что я сменю позицию саппорта, на котором я играла, на мид-линию. Это совершенно разные... Это как, я не знаю, в футболе с нападающего на вратаря перейти для меня. То есть, это нужно менять абсолютно все в своей игре, ломать понимание игры, как следить. Но мне настолько хотелось в этом себя попробовать, что я согласилась. Сказала, конечно, я сделаю все, что скажете, только возьмите меня. Ну, и мы начали... Меня взяли, я познакомилась с девчонками, и мы начали тренироваться. Пробовали себя на турнирах, на лигах. А потом в один момент стало известно, что клуб, на базе которого мы, собственно, играли, закрывается. И с этого момента все пошло наперекосяк, потому что и клуб был тем местом, который собирал нас всех, независимо от нашего желания. Было четкое расписание, что мы там, допустим, по средам, по пятницам занимаемся два часа. И когда этот клуб пропал, пропало все расписание, пропал тот человек, который бы говорил нам, что вот вы должны играть тогда-то, так-то. Все это исчезло. И выяснилось, что среди всех нас в команде нет ни одного человека, который был бы готов взять всех и держать над всеми такой образды правления, объяснить, как надо, что надо делать. И мы постепенно начали распадаться. Девчонки теряли мотивацию. Так еще совпало, что, к сожалению, не все увлекались именно киберспортивной сценой. Они не знали, кто играет, за кем можно следить. То есть у них было погружение именно вот в игру, в игру, но не дальше. И поэтому мотивация у них очень быстро падала. И постепенно девочка за девочкой, наша команда, которая оказалась на тот момент очень дружной, просто развалилась менее чем за месяц. Хотя сыграли мы суммарно, ну, может, полгода. И в тот момент, когда ушла последняя девочка, мне стало по-настоящему горько. Потому что мне тогда казалось, что вот сейчас у меня есть команда, и я смогу хоть как-то, но взлететь, что-то сделать в доте. Потому что столько времени я уже играла, и, ну, должно же было это во что-то вылиться. Но нет, меня остановили четыре девочки, и в тот момент я просто настолько была в отчаянии, что я не заходила в доту полтора месяца. Я не хотела играть, я не хотела ничего там видеть. Вот я просто ходила тогда, я гуляла по улице, и все. И раздумывала от этим, что вот какие все плохие я, я одна такая несчастная, все меня бросили. И, собственно, с этой мыслью я и забыла благополучно о киберспорте, о киберспортивном будущем. Ну, а потом пришел четвертый курс университета, и встал вопрос о трудоустройстве. С этими мыслями я пошла на четвертый курс университета. Проучилась полгода, и стал вопрос дипломной работы, собственно, и выбора работы. И на тот момент, поскольку у меня был уже негативный опыт в киберспорте, я решила дать ему последний шанс. И тогда Немига Гейминг, наша белорусская киберспортивная организация, искала СММ-менеджера. И я решила подать туда заявку, что я такая вот девочка, есть у меня опыт работы, точнее, опыт игры, разбираюсь в доте хорошо-хорошо, люблю-не могу, готова работать за еду, возьмите меня, пожалуйста. Но вместе с этим я решила, что, скорее всего, у меня ничего не получится. И я отыскала вакансию, ну, по моей специальности экономической, и подала также туда свое резюме. И мне ответили и из Немига, и из второй работы, с вопросом, точнее, с требованием предоставить им тестовое задание, которое они мне вышлют. И поскольку мне был срок всего полтора дня, я трезво понимала, что я не успею сделать двух тестовых заданий, и у меня стал просто выбор, либо киберспорт, либо стабильная, правильная работа, как это называли мои родители, по крайней мере. Но я выбрала правильную работу, я ничего не ответила на тот момент менеджеру Немига и сейчас Сергею Вороновичу, я именно с ним общалась, оставила его требования с ТЗ непросчитанным, неотвеченным, и сделала ТЗ на вторую работу, куда меня, собственно, и взяли работать, пригласили. Я проработала там месяц, и это была ужасная работа, меня морально просто выжили до невозможности, у меня чуть ли не нервный срыв случился по итогам этой работы, настолько мой начальник меня не любил, что поэтому мы обоюдно разошлись, помахав друг другу ручкой, и все. Я восстанавливалась буквально месяц, полтора после этой работы, мне ничего не хотелось, слава богу, диплом был несложный, выпускной, поэтому я просто отходила от этой стабильной работы, и думала, что же делать дальше. Ну и уже когда был благополучно сдан диплом, собственно, опять возник вопрос о работе, и я решила, что ну тогда я киберспорту не дала, шанс дам его теперь, и нашла, открыла для себя неожиданно Белорусскую Федерацию Киберспорта. На тот момент я не слышала ничего, это был 18 год, она как год буквально работала, эта федерация, я вообще не знала о ее существовании, не то, что Федерация Киберспорта, в принципе, что такое возможно у нас в стране, но какая федерация? И я решила попробовать написать туда, написала в сообщение группы, здравствуйте, меня зовут Даша, я очень люблю игры, играла в команде, люблю киберспорт, готова работать за еду, в принципе, плюс-минус все то же самое, что и в Нениге. И там мне ответили, что со мной готовы пообщаться, без тестового задания, просто приходите и пообщаемся. Ну, я пришла, меня встретил Денис Богуш, председатель Федерации, и его зам, и со мной провели такую основательную беседу, поспрашивали меня обо всем, о киберспорте, о моей жизни, чем занималась, где играла. Ну, в принципе, на тот момент мне оказалось, я оставила хорошее впечатление о себе, и, собственно, со мной связались буквально на следующий день с предложением поработать на тестовом периоде. Понаписать небольшие анонсы перед матчами, тогда они публиковали анонсы матчей киберспортивных белорусских, и нужна была к ним текстовка каждый день. Ну, я их описала где-то месяц-два, я этим занималась, и когда я уже почувствовала себя в этом уверенной, и мой начальник почувствовал, что я уже в этом уверена, он решил мне дать новую работу, это именно отдать полностью введение группы ВКонтакте, Федерации. И так началась моя серьезная работа в Федерации киберспорта. То есть я ввела паблик, не особо понимая, как его нужно вести, потому что у меня был опыт, но он был настолько мизерным, что когда мне дали полностью ввести группу, я просто растерялась, и искала всячески, как это можно сделать. Ну, вроде бы, более-менее что-то начало получаться, и потом мне дали новое задание, турнир. Тогда это была мета по танкам в 2018 году, и меня туда вкинули и сказали, вот, работай. И я делала, что могла, следила за трансляцией, вела группу. В принципе, мне было очень много всего в голове, поскольку я никогда не присутствовала на киберспортивном турнире, особенно за кулисьем, и это было действительно интересно, потому что абсолютно не было понимания того, как это все работает. Оказывается, куча людей сидят, настраивают эфир, там еще одна кучка следит за картинкой, вторая за звуком, третья еще настраивают, чтобы турнир все работал, еще есть ведущий, и это все большой механизм, который должен работать слаженно, иначе бы ничего не получалось. Я ушла тогда, помню, с широко открытыми глазами, ничего себе, вот это да. И я здесь работаю. Был турнир за турниром, я до сих пор помню турниры, это было, ну, это по КСу, когда к нам неожиданно пришел Юджин, и это менеджер на тот момент КСГУ состава Анатос Винсеры, и он просто к нам пришел, и всем такие, привет. Такая, господи, это же Юджин, это была первая выставка в голове, а потом подходит мой директор и говорит, через 10 минут ты возьмешь у него интервью. И такая, бум, ничего себе, во-первых, это был просто шок, потому что взять интервью у Юджина, это же, я не знаю, что-то невероятное, а потом тебе говорят, ну, а потом, это же интервью, то есть это моя работа, ее нужно сделать хорошо, и тут просто начинается паника, а как? Все-таки же Юджин звезда, а я еще ничего, надо быстро что-то придумывать. Ну, более-менее тогда, помню, что-то получилось, интервью всем понравилось, но вот эта вот встреча с Юджином, она до сих пор просто вызывает у меня шквал эмоций. Это был первый серьезный представитель скиберспорта, которого я увидела на своей работе, да и в принципе, в целом, никогда не удавалось так близко пообщаться. Ни у кого не, мало кто может похвастаться, в принципе, такой встречи, тем более беседой, но вот я могу. Я проработала на тот момент федерации уже практически, ну, больше полугода, и у нас началась новая веха под названием «Битва городов». Это был турнир по всей стране, когда мы ездили по областным городам крупным и устраивали там офлайн-турниры. Привозили свою технику, свое оборудование, и на сценах просто делали чемпионат. И этот год был просто, с одной стороны, невероятным, потому что мы объездили всю страну, увидели столько горящих глаз. Никогда не думала, что здесь столько ребят, которые этим горят, и ты видишь их вживую. Но с другой стороны, это была очень тяжелая работа, потому что она изматывала физически. Когда мы приезжали в субботу вечером, рано утром, в 7 утра воскресенья вставали, уезжали в 10-11 вечера из города, и еще от этого города до Минска, дороги 3-4 часа, ты приезжаешь домой, нужно еще написать большой текст, потому что, ну, работа такая, нужно было все это написать, и ты только в 6 утра ложишься спать. Это был сумасшедший ритм, и на тот момент казалось, что я просто этого не вывезу, потому что из турнира в турнир это повторялось, и было очень сложно. Но потом, когда мы провели финал, и нам начали ребята писать, игроки подходить, говорить, что спасибо, что вы сделали этот турнир, было ощущение, что это все было не зря, чувствовал себя большой моральный подъем, потому что, ну, благодарность была действительно искренней, и, видя, как ребята играют на сцене, там, они друг другу руки пожимали, общались между собой, в принципе, и нам потом благодарили нас. Мне это казалось тогда, что это все того стоило, что все те страдания, которые были у нас год, ну, конечно, не такие, чтобы прямо о них плакать, но все же было тяжело, что они того стоили. Сейчас я проработала в Федерации уже практически 3 года. Было по-разному, начиналось все от девочки за еду, а заканчивается сейчас тем, что я организовываю чемпионаты, и было все, но я чувствую, что сейчас я на своем месте, потому что то, что было, когда я играла в компьютерном клубе, тот киберспорт, тот киберспорт, который был, когда я была в университете, и то, что есть сейчас, это несравнимо. Когда раньше мы играли за еду и 5 рублей, а сейчас организуются турниры на 3 тысячи рублей, на 6 тысяч рублей, на битве городов там вообще был сумасшедший призовой фонд. Я чувствую себя к этому причастной, и мне приятно видеть, что те ребята, которые играли у нас на турнирах, они сейчас играют на крупных мировых чемпионатах, и хочется, конечно, верить, что я, возможно, была очень маленькой на часть всего этого. Вот. Когда я устроилась в Федерацию, конечно, было со стороны моих родителей большое недопонимание. Если моя мама просто не понимала, что я там делаю, но работаю, то мой отец не понимал и не хотел это воспринимать как работу. Первое время звучали, что мы ссорились, потому что он говорил, ты работаешь там в свои игры, играешь, что это за работа такая? Вот я понимаю, есть бухгалтер, он считает. Вот я понимаю, есть там оператор, он там снимает. А ты что делаешь? Вот что ты делаешь? И, если честно, я не могла ему ничего ответить, потому что он организует турниры, ну, на тот момент еще нет. Что мы делаем крутые чемпионаты, папа посмотрит трансляцию, для него это просто игра. Ну и что ты здесь делаешь? Расскажи-ка ты мне. Ты же не ведущая, ты же ничего здесь не делаешь. То, что он меня водил, это было развлечением. Это как отвезти ребенка поиграть в песочницу. Но когда ребенок говорит, папа, я не хочу куда идти, я хочу сидеть в этой песочнице, и не трогай меня, вот здесь начинается уже много вопросов. Да, никто в тот момент не мог поверить, что играми можно зарабатывать. Когда я была маленькая, такого не было. И все, допустим, достижения нашего белорусского сайфера в Квейке проходили мимо меня, и турниры по Варкрафту проходили мимо меня и мимо всех нас. Мы об этом просто не знали. И мои родители об этом не знали. Им невозможно было показать, что мама, папа, смотрите, вот эти ребята играют в компьютер и зарабатывают миллион долларов. Это сейчас так можно сказать. Сейчас он на интернешнале 30 миллионов долларов разыгрывает. На тот момент и призовой был копеечный, и не говорилось об этом нигде. Поэтому в голове родителей, в принципе, не могло сформироваться, что игровая индустрия, киберспорт может стать работой. И что в киберспорте можно не только играть, но и делать всю эту работу для ребят, которые играют. Это и делать турниры, это и подсъемка, общение, ну, все то, что известно нам сейчас. Тогда это было чем-то неизвестно, окутано тайной. Со стороны может показаться, что попасть в киберспортивную индустрию или, допустим, работать тем, кем я работаю, невозможно. Это точно не так. Мне самой очень сильно повезло здесь оказаться. Я не побоялась сделать шаг, и в итоге я там, где я есть теперь. Я работаю в коллективе, который я обожаю, я занимаюсь любимой работой, я работаю в киберспортивной индустрии, кто этим может еще похвастаться. И, в принципе, главное не побояться сделать первый шаг. И все, кто-то рано или поздно тебе улыбнется. Что надо, чтобы попасть в киберспорт? Во-первых, любить и разбираться в компьютерных играх. Именно в соревновательных дисциплинах. Во-вторых, развивать в себе полезные навыки. Организация мероприятий, медиапродвижение, знание социальных сетей, умение комментировать и общаться на камеру. В-третьих, не отчаиваться и пытаться реализовать себя снова и снова. Киберспорт – молодая индустрия. И для тех, кто настойчив, всегда найдется место. Субтитры сделал DimaTorzok